Городок был маленький, хуже деревни, и жили в нём почти одни только старики. Но умирали так редко, что даже досадно. В больницу же и в тюремный замок гробов требовалось очень мало. Одним словом, дела были сковерные. Если бы Яков Иванов был гробовщиком в губернском городе, то, наверное, давно бы уже имел собственный дом, и звали бы его Яковом Матвеевичем. Здесь же, в городишке, все звали его просто Яков. Его личное прозвище было почему-то бронзево. А жил он бедно, как простой мужик, в небольшой старой избе, где была всего одна комната, в которой помещались он и Марфа. Печь, спальная кровать, гробы, верстак. А, и всё хозяйство. Гробы Яков делал хорошие, прочные. Для мещан и мужиков делал он их на свой рост. И ни разу не ошибся, так как выше и крепче него не было людей нигде, даже в тюремном замке. А было ему уже семьдесят лет. Для благородных, для женщин он делал померки. И употреблял для этого железный аршин. Заказы на детские гробики брат не любил. Делал их без мерки, с презрением. Когда получал деньги за работу, говорил, признаться, не люблю заниматься чепухой. Кроме мастерства, небольшой доход приносила Якову также игра на скрипке. В городке на свадьбах обыкновенно играл жидовский оркестр, которым управлял лудильщик Моисей Ильич Шахкес, бравший себе половину дохода. Так как Яков очень хорошо играл на скрипке, особенно русские песни, Шахкес иногда приглашал его в оркестр, Но с полотой по пятьдесят копеек в день И считая подарком под гостей. Когда Бронза сидел в оркестре, У него прежде всего потело пограряло лицо. Было жарко, Пахло чесноком до тухоты, Скрипка вслизывала, У правого уха хрипел контрабас У левого Плакал фрейта, На который играл Рокшин. Тощий жирик С целой сетью Красных и синих жилок на лице, Носивший фамилию Известного богача Рокшинга. И этот проклятый жид И даже самый веселый Умудрялся играть в шаговок. Без всякой видимой причины Мало по малу Яков проникался Ненавистью и презрением к жидам, Особенно к Рокшингу. Он начинал придираться, Бронил его нехорошими словами, Раз даже хотел побить его, И лучше добиделся И проговорил, Глядя на него, свирепо. Но если бы я не уважал вас за талант, Вы бы давно поветели у меня в окошке. Потом заплакал. Поэтому бронзу нечасто приглашали в оркестр, Только в случае крайней необходимости, Когда не доставал кого-нибудь из евреев. Яков никогда не бывал в хорошем расположении духа, Так как ему постоянно приходилось терпеть Страшные убытки. Например, воскресенье Или в праздники грешно было работать. Понедельник день тяжелый. Ну да, и таким образом в году набиралось до двухсот дней, Когда по неволе приходилось сидеть, сложа руки. А ведь это какой убыток! Если кто-нибудь в городе играл свадьбу без музыки, Или шахкес не приглашал Якова, Это тоже был убыток. Или полицейский надзиратель два года был болен, Чахнул. И Яков с нетерпением ждал, когда он умрет. А надзиратель поехал в губернский город лечиться, Взял там и умер. Вот вам и убыток, по меньшей мере рублей на десять, Так как гроб пришлось бы делать дорогой, С глазетом! Мысли об убытках Донимали Якова особенно по ночам. Ой, 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 господи! Ох, ой, 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 ой. Ну, тогда он клал рядом с собой на постели скрипку. И когда всякая чепуха резла в голову, в темноте трогал струны, скрипка издавала звук, и ему становилось легче. И когда всякая чепуха резла в голову, в темноте трогали. Сама истопила печь и даже ходила по воду. К вечеру же слегла. Яков целый день играл на скрипке. Когда же стемнело, взял книжку, в которой каждый день записывал свои убытки и от скуки стал подводить годовой итог. Получилось больше тысячи рублей. Это так потрясло его, что он хватил счетами опол и затопал ногами. Потом поднял счеты, долго щелкал, глубоко, напряженно вздыхал. Лицо его было багрово и мокро от пота. Он думал о том, что если бы эту тысячу положить в банк, то в год проценту накопилось бы самое малое сорок рублей. Значит, эти сорок рублей тоже убыток? Одним словом, куда ни повернись, везде только убытки и больше ничего. Яков, я умираю. Он посмотрел на жену. Лицо у нее было розовое от жара, ясное и радостное. Бронза, привыкший всегда видеть ее лицо бледным, робким и несчастным, теперь смутился. Лицо, похоже было на то, что и в самом деле она умирала. И была рада, что наконец, навеки уходит из этой избы, от гробов, от Якова. И она глядела в потолок и шевелила губами, точно видела смерть, свою избавительницу и шепталась с ней. Был уже рассвет, в окно видно было, как горела заря. Глядя на старуху, он вдруг вспомнил, что за всю жизнь, кажется, ни разу не приласкал ее, не пожалел, ни разу не догадался купить ей платочек или принести со свадьбы чего-нибудь сладенького. А только кричал на нее, бронил за убытки, бросался на нее с кулаками. Нет, он никогда не бил ее, но пугал, и она всякий раз цепенела от страха. Да, он не велел ей пить чай, потому что и без того расходы большие. И она пила только горячую воду. И он понял теперь, почему у нее такое странное, радостное лицо. И ему стало жутко. Дождавшись утра, Яков взял у соседа лошадь и повез Марфу в больницу. В этот раз больных принимал не доктор, который сам был болен, а фельдшер Максим Николаевич. Старик, про которого все в городе говорили, что он хоть и пьющий, и дерется, но понимает все лучше, чем доктор. Здравия желаем. Извините, все беспокоим вас, Максим Николаевич, своими пустяшными делами. Вот, извольте видеть, захворал мой предмет. Подруга жизни, как это говорится, извините за выражение. На хмуре в брови и поглаживая бакины, фельдшер стал оглядывать старуху. А она сидела на табурете, сгорбившись, и тощая, остроносая, с открытым ртом, походила в профиль на птицу, которой хочется пить. Инфлюенца. А может и горячка. Теперь по городу тип ходит. Ну, слава богу, старушка пожила. Сколько ей? Да без малого семьдесят. Что ж, пожила старушка, пора и честь знать. Ну, конечно, справедливо изволили заметить и чувствуете, но вам благодарны за вашу приятность. Но, позвольте вам выразиться, всякому насекомому жить хочется. Ха-ха, мало ли чего, сказал фельдшер таким тоном, как будто от него зависело, жить старухе или умереть. Ну, так вот, будешь прикладывать ей на голову холодный компресс и давай вот эти порошки. По выражению его лица Яков видел, что дело плохо и никакими порошками уже не поможешь. Для него ясно было, что Марфа помрет очень скоро, не сегодня-завтра. Ей бы банки поставить, Максим Николаевич. Некогда, некогда, любезный. Бери свою старуху и ступай с Богом. До свиданция. Сделайте такую милость. Сами изволите видеть. Если б у нее живот болел или другая какая внутренность, тогда порошки и капли. А ведь у ней простуда. При простуде первое дело кровь гнать. Максим Николаевич! Ступай, ступай! Нечего тут тень наводить. В таком случае поставьте ей хоть пьявки, заставьте вечно Бога молить. Поговори еще у меня, дубина. Понасажали тут вас, артистов. Богатому небось поставил бы банки для бедного человека и одной пьявки пожалел. М-м. 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 Эх, вы… М-м. Ироды! М-м. М-м – туда же… Когда приехали домой, Марфа минут десять простояла, держась за печку. Ей казалось, что если она ляжет, Яков будет говорить об убытках и бронить ее за то, что она все лежит и не хочет работать. А Яков глядел на нее со скукой и вспоминал, что вот завтра Иоанна Богослова, послезавтра Николай Чудотворца, потом воскресенье, потом понедельник, тяжелый день. Четыре дня нельзя будет работать, а Марфа, наверное, умрет в какой-нибудь из этих дней. Значит, гроб надо делать сегодня. Он взял свой железный аршин, подошел к старухе и снял с нее мерку. Потом она легла. А он перекрестился и стал делать гроб. Когда работа была окончена, бронза надел очки и записал в свою книжку. Марфе Ивановой гроб. Два рубля сорок копеек. И вздохнула. Старуха все время лежала молча с закрытыми глазами. Но вечером, когда стемнело, она вдруг позвала старика. Помнишь, Яков, пятьдесят лет назад, Бог послал нам ребеночка с белокурыми волосиками. Мы с тобой тогда все на речке сидели и песни пели под вербой. Умерла девочка. Яков напряг память, но никак не мог вспомнить ни ребеночка, ни вербы. Это тебе мерещится, сказал он. Приходил батюшка, приобщал и соборовал. Потом Марфа стала бормотать что-то непонятное и к утру скончалась. Старухи соседки обмыли, одели и в гроб положили. Чтобы не платить лишнего дьячку, Яков сам читал псалтырь. Четыре мужика несли до кладбища гроб, но не за деньги, а из уважения. Шли за гробом старухи, нищие, двое юродивых. Встречный народ набожно крестился. И Яков был очень доволен, что все так честно, благопристойно и ни для кого не обидно. Прощаясь в последний раз с Марфой, он потрогал рукою гроб и подумал. Хорошая работа. Но когда он возвращался с кладбища, его взяла сильная тоска. Ему не здоровилось. Дыхание было горячее и тяжкое. Услабевали ноги, тянуло к питью. А тут еще в голову полезли всякие мысли. Вспомнилось опять, что за всю свою жизнь он ни разу не приласкал Марфы. Не пожалел. 52 года, пока они жили в одной избе, тянулись долго-долго. Но как-то так вышло, что за все это время он ни разу не подумал о ней, как будто она была кошка или собака. А ведь она каждый день топила печь, варила, пекла, ходила по воду, рубила дрова, спала с ним на одной кровати. А когда он возвращался пьяный со свадеб, она всякий раз с благоговением вешала его скрипку на стену и укладывала его спать. И все это муча, с робким, заботливым выражением. А я вас ищу, дяденька. Кланялись вам Моисей Ильич и велели зараз приходить к ним. Якову было не до того. Ему хотелось плакать. Отстань! Да как же это можно? Моисей и Ильич будут обижаться. Они велели зараз... Что ты лезешь ко мне, чеснок? Не приставай! Ну, вы, пожалуйста, потише! А то вы у меня через забор полетите! Прочь с глаз долой! Житья нет от порхатых! Протшильд помертвел от страха. Потом вскочил и побежал, что есть духу. На бегон подпрыгивал, всплескивал руками. И было видно, как вздрагивает его длинная, тощая спина. Мальчишки обрадовались случаю и бросились за ним с криками. Жить! Жить! Собаки тоже погнались за ним с лаем. Кто-то захохотал, потом свистнул. Собаки залаяли громче, дружнее. Затем, должно быть, собака укусила Ротшильда, Так как послышался отчаянный, болезненный крик. Яков погулял по выгону, Потом пошел по краю города, Куда глаза глядят. И мальчишки кричали, Бронза идет! Бронза идет! А вот и река, И широкая старая верба с громадным дуплом, А на ней вороньи гнезда. И вдруг в памяти Якова, как живой, Вырос младенчик с белокурыми волосами И верба, про которую говорила Марфа. Да, это та самая верба, Зеленая, тихая, грустная. Как она постарела, бедная! Он сел под ней и стал вспоминать. На том берегу, Где теперь заливной луг, Когда-то стоял крепкий березовый лес, А вон на той лысой горе, Что виднеется у горизонта, Синел старый-старый сосновый бор, По реке ходили барки, Теперь все ровно и гладко. На том берегу стоит одна только березка, Молоденькая и стройная, как барышня, А на реке только утки да гуси, И не похоже, Чтобы когда-нибудь здесь ходили барки. Да и гусей, кажется, Против прежнего стало меньше. Он закрыл глаза, И в воображении его Одно навстречу другому Понесли стадо белых гусей. Он недоумевал, Как это так вышло, Что за последние сорок-пятьдесят лет жизни Он ни разу не был на реке, А если, может, и был, То не обратил внимания. А ведь река порядочная, Не пустяшная, На ней можно было бы завести рыбные ловли, А рыбу продавать чиновникам, Купцам и буфетчику на станции, А деньги потом класть в банк. Можно было бы плавать на лодке От усадьбы к усадьбе И играть на скрипке, И народ всякого звания Платил бы деньги. Можно было бы попробовать опять Гонять барки. Это лучше, чем гробы делать. Наконец можно было Разводить гусей, Бить их и отправлять в Москву. Небось одного пуху В год накопилось бы рублей на десять. Но он прозевал, Ничего не сделал. Какие убытки! Ах, какие убытки! А если все вместе, И рыбу ловить, И на скрипке играть, И барки гонять, И гусей бить, Это ж какой получился бы капитал. Но ничего этого не было, Даже во сне. Жизнь прошла без пользы, Без всякого удовольствия. Пропала зря. И за понюшку табаку. Ах, какие убытки! Какие страшные убытки! Почему человек не может жить так, Чтобы не было этих потерь и убытков? Спрашивается, Зачем срубили березняк И сосновый бор? Зачем даром гуляет выгон? Почему люди всегда делают Именно не то, что нужно? Зачем Яков всю свою жизнь Бронился, рычал, Бросался с кулаками, Обижал свою жену? И спрашивается, Для какой такой надобности Дарича напугал и оскорбил жида? Зачем люди вообще Мешают жить друг другу? Ведь от этого Какие убытки! Какие страшные убытки! Если бы не было Ненависти и злобы, Люди Имели бы друг от друга Громадную пользу! Вечером и ночью Вечером и ночью Мерещились ему Младенчик Верба Рыба Битые гуси И Марфа В профиль, похожий на птицу, Которой хочется пить И бледное, Жалкое лицо Ротшильда И какие-то морды Надвигались со всех сторон И бормотали про убытки! Он ворочался Сбоку на бок И раз пять Вставал с постели Чтобы Поиграть На скрипке Утром Через силу Поднялся И пошел В больницу Тот же Максим Николаевич Приказал Прикладывать К голове Холодный компресс И дал Порошки И Яков Понял Что Дело Плохо И что Уж никакими Порошками Не поможешь Идя Потом Домой Он Соображал Что От его Смерти Будет Одна Только Польза Не надо Не есть Не пить Не платить Податей Не обижать Людей А так Как Человек Лежит В могиле Не один Год А сотни Тысячи Лет То Если Сосчитать Польза Окажется Громадная От Жизни Человеку Убыток От Смерти Польза Но Это Соображение Конечно Справедливо Но Только Обидно И Горько Зачем На свете Такой Странный Порядок Что Жизнь Которая Дается Человеку Только Один Раз Проходит Без Пользы Не Жалко Было Умирать Но Как Только Дома Он Увидел Скрипку У Него Сжало Сердце И Стало Жалко Скрипку Нельзя Взять С собой В могилу Она Останется Сиротой И С ней Случится То же Что с Березняком И Сосновым Бором Все Все На свете Пропадало И Будет Пропадать Яков Яков Вышел из Избы И Сел У порога Прижимая К груди Скрипку Думая О пропащей Убыточной Жизни Он Заиграл Сам Не Зная Что Но Вышло Печально И Трогательно И Слезы Потекли У него По щекам И Чем Крепче он Думал Тем Чем Печальнее Пела Скрипка Ах Подойди Ничего Подойди А Вы Сделайте Милость Не Бейте Меня Меня Мы сей Ильич Опять Послали Не Бойся Говорит Поди Опять До Якова И скажи Что Без них Никак Невозможно В шреду Швадьба Горьем 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 Без Та Горьем Мина Ах Горьем 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 Медленно потекли у него по щекам И закапали на зелёный сырбук. И потом весь день Яков лежал и тосковал, Когда вечером батюшка, исповедуя, спросил его, Не помнит ли он за собою какого-нибудь особенного греха. Он вспомнил опять несчастное лицо Марфы И отчаянный крик жида, которого укусила собака, И сказал едва слышно скрипку, «Отдайте Родшильду!» «Хорошо!» — сказал батюшка. «И теперь в городе все спрашивают, Откуда у Родшилья такая хорошая скрипка? Купил он её, или, быть может, украл, Или она попала к нему в заклад. Он давно уже оставил в лейту И играет теперь только на скрипке. Из-под смычка у него льются такие же печальные звуки, Как в своё время из флейты. Но когда он пытается повторить то, Что играл Яков, сидя на пороге, То у него выходит нечто такое унылое и скорбное, Что слушатели плачут. И сам он под конец закатывает глаза и говорит, «Ах!» И эта новая песня так понравилась в городе, Что Родшильда приглашают к себе на перерыв Купцы и чиновники И заставляют играть её по десяти раз. Субтитры создавал DimaTorzok